Два часа сижу, чтобы получить элементарный рецепт. Коридоры поликлиник битком забиты людьми. Чтобы попасть на прием к своему доктору, нужно отстоять немаленькую очередь. 40 минут. Это латная, она вот второй час уже сидит. Какой второй час? Четвертый? Вот так. И каждый день так. Бардак вообще. Вот два участка принимают в одном дуке. У меня талон-то есть, у всех талоны есть. А талон не принимают. Вообще бардак развели. Вообще не приходи в больницу. Вот сидим, еще больше коронавируса ловим. Записал за две недели и до сих пор сижу. И неизвестно, еще сюда завела, сюда завела. Избавить людей от многочасового ожидания врачи бы рады. Вот только сделать. Это они не могут чисто физически. Терапевтов катастрофически не хватает. Многие пациенты это понимают и спокойно реагируют на происходящее. Неохота сидеть. Но в то же время, я сама медработник, в то же время понимаю, что деваться некуда. Врачей не хватает. На такую зарплату ни терапевт, ни хирург не захочет прийти. К двум городским поликлиникам прикреплены почти 200 тысяч нижникамцев. В день участковые терапевты осматривают по несколько сотен пациентов. В поликлинике на Менделеево 45 участков обслуживают лишь 15 терапевтов. Помимо приема в больнице, медики ходят по домам и дежурят по выходным. Когда фельдшерские бригады не успевают обслужить то количество, ну вот сегодня могу сказать, в первой поликлинике это 130 вызовов на дому, во второй поликлинике 107 на текущий момент. Естественно, фельдшерские бригады не успевают. После этого эти вызова не обслуженные, но они не являются необслуженными, передаются участковым терапевтам. И врачи, участковые терапевты, которые по факту сегодня прием ведут за двоих, а многие за 2,5 человек работают эту нагрузку, вынуждены выходить на участки и обслуживать эти вызова на дому. Медики просят всех набраться терпением. Большие очереди связаны еще и с тем, что сейчас сезон простудных заболеваний. Я бы хотел все-таки успокоить наше население. Катастрофы не происходят из-за того, что человек заболел, из-за того, что у него температура, из-за того, что у него насморк, кашель. Но мы болели всегда респиратурными заболеваниями. Поэтому спокойно выставляется диагноз средне-тяжелого и тяжелого заболевания. Легкая степень заболевания по всем рекомендациям, по всем наставлениям с Минздрава России, нашего Минздрава, по всей России лечится амбулаторно. Нижнекамские медики просят горожан с пониманием относиться к происходящему. Учитывая эпидемиологическую обстановку, нужно следовать всем рекомендациям врачей. А именно, если у вас поднялась температура, нужно выпить жаропонижающее и вызвать терапевта на дом. В регистратуре принимают заявки, звонки от жителей с 7 утра до 3 часов дня. Или же обратиться самостоятельно в дежурный кабинет. Ну а бригаду скорой помощи нужно вызывать при крайней необходимости. Айгуль Леблонская, Евгений Лозаев, Новости НТР.